На прошедшей в налоговой службе пресс-конференции вновь говорили о мерах поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Основные меры, которые коснулись всех налогоплательщиков, следующие. Это не назначаются новые и приостановлены уже начатые выездные налоговые проверки, продлены сроки сдачи отчетности, продлены сроки предоставления документов по нашим требованиям, приостановлены меры взыскания полностью и не применяются решения о банкротстве. Приняты дополнительные меры поддержки предпринимателей в 12 наиболее пострадавших отраслях. Теперь они могут получить субсидию для частичной компенсации затрат. Главное – соблюдение важных условий. Во-первых, отсутствие долгов по налогам и страховым взносам, а во-вторых, сохранение численности работников не менее 90%. С 1 апреля 2020 года введены пониженные страховые взносы для субъектов малого и среднего предпринимательства. Суммарная ставка снижена в два раза – с 30% до 15%. Но пониженные тарифы применяются только к той части выплат, которая превышает минимальный размер оплаты труда. Как я уже говорила, это 12 130 рублей. Всем самозанятым вернется налог на профдоход. Кроме того, будет предоставлен дополнительный налоговый капитал в размере одного мрот, а налоговые платежи отсрочат или рассрочат на определенное время. Декларационная кампания по налогу для физических лиц в этом году продлится до 30 июля. Декларацию очень удобно заполнить либо в программном обеспечении декларация, которая доступна на сайте Федеральной налоговой службы, либо в личном кабинете налогоплательщика физического лица. И из личного же кабинета отправить эту декларацию в налоговый орган. Все налоговые декларации необходимо представлять в инспекцию по месту регистрации. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.